Протяженность автодорог республиканского значения в области почти полторы тысячи километров. Третий год подряд капитальным ремонтом охвачено 248 километров дорог по направлению Косталовка, Женебек, Границы России и Унигеби-Сенсайхин. В рамках программы инфраструктурного развития Нурлыжол до 2025 года планируется реконструкция автотрассы Постепная-Федоровка, Границы России и Атырау-Уральск. О причинах крайне медленных темпов реализации дорожных проектов в рамках госпрограмм рассказали сегодня на брифинге оригинальной службы коммуникации представители подрядных организаций. Весна для жителей южных районов становится настоящим испытанием. После таяния снега или незначительного дождя дороги превращаются в жижу. Добраться до Букиординского или Женебекского районов можно лишь на высокопроходимой технике. Речь идет о трассах, которые пытаются отремонтировать третий год Косталовка, Женебек, Границы Российской Федерации и Унигеби-Сенсайхин. На некоторых участках работы зимой приостановили подрядные организации, перекрыли основной путь и создали объездные дороги, по которым проехать невозможно. Однако завершить проект капитального ремонта автодорог республиканского значения планировали в более ранние сроки. На крайне медленные темпы повлияли следующие факторы. Неполное финансирование, рост заболеваемости коронавирусной инфекции и другое, оправдывается заказчик. Хотелось бы отметить, что в связи с большой отдаленностью объектов капитального ремонта и отсутствием в регионе каменных карьеров для строительства дорог, проектами предусмотрены логистические подходы с наиболее оптимальным решением за железнодорожными перевозками. За прошедшие годы подрядные организации испытывали трудности заставкой инертных материалов. На места производства работ. Поскольку регулярно возникали проблемы по острому дефициту вагонов. Всего в текущем году годовая потребность вагонов составляет 12 тысяч полувагонов. Капремонтом 248 километров дорог занимается 5 подрядных организаций. Генеральной является компания Юнисерв. Из отрезка 54 километра 20 километров уже имеют черное покрытие. Данными подрядчиками осуществляется реконструкция, ремонт пяти мостов. А с компанией Тимиржол Жунде, у которой периодически возникают вопросы с субподрядными организациями, был расторгнут договор. По участку 53-95 в прошлом году, в 21-м, был разрыв контракта из-за недобросовестного выполнения обязательств перед заказчем Казавтожол. Это было немало трудностей с доставкой материала, так как участок находился в центре, то есть отдаленность от Жанебекского района и от Косталовки. В этом году, как бы после корректировки, то Тимиржол Жунде возможно будет участвовать в тендере, станут так, как цена будет немного выше. На брифинге было много вопросов от журналистов. Они в основном касались сроков и финансирования строительства дорог Косталовка-Жанебек, границы Российской Федерации и Унигеби и Сен-Сайхин. Да, у нас общая стоимость проекта, она составляет по всему коридору около 57 миллиардов тенге и должно было выделение быть соответствующее получается. Это в первую очередь подрядным компаниям необходимо было в первые годы выдать хороший аванс для того, чтобы они могли мобилизовать это дальние участки, как нам известно, туда мобилизовать асфальтобетонные заводы, городки, технику перевести и также для начала заготовки материалов необходимо было проавансировать, что не было сделано в должном уровне. В результате подрядные компании начали мобилизацию, но не в том темпе, как требовалось. Цифры цифрами, а участок действительно проблемный. Работа идет крайне медленно. И пока жители районов нервничают в попытках не сломать машину на объездной трассе, подрядчики в очередной раз ссылаются на плохую погоду и ограниченное финансирование. Также на брифинге дорожники рассказали о планах по реконструкции автотрассы под Степная, Федоровка, границы Российской Федерации и Атара-Уральск, в рамках которых предусмотрено строительство новой объездной дороги. Вернее, сейчас разрабатываем документацию Атара-Уральск, и в рамках данного коридора мы хотим построить дорогу Юго-Западного входа в Уральск. Это соединение, получается, выход от меловых горок, это Атравскую трассу, Саратовскую трассу и Самарскую трассу мы хотим соединить, и тем самым, получается, весь транзитный поток перенаправить по объездной дороге вокруг, в обход города Уральска. Необходимо отметить, что заказчиком проблемного проекта является Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, которое занимается финансированием и определяет подрядные организации. Последние, в свою очередь, не справляются со своими обязанностями, от чего страдают жители области. А сегодня спикеры заверили, что проводят все меры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения автотранспорта, осуществляется профилировка существующих дорог, проводятся в соответствии обездные пути. Насколько эти слова соответствуют действительности, покажет время и просторы социальных сетей.